Доклад инспекторов, обнародованный на Совете безопасности ООН, однозначно подтверждает факт применения химического оружия в пригороде Дамаска 21 августа. По данным экспертов, отравляющие вещества, в том числе газ-зарин, были использованы во время конфликта между странами в Сирии, а также против гражданского населения. В то же время эксперты не ставили своей целью ответить на вопрос, кто стоит за химатакой. Но это не помешало многим членам Совбеза сделать свои выводы. «Виды оружия, траектории ракет подтверждают те выводы, которые были сделаны британскими экспертами о том, откуда были выпущены эти ракеты. Все это подтверждает, на наш взгляд, что не остается сомнений в использовании химического оружия режимом Башара Асада», заявил постпред Великобритании при ООН Марк Лайл Грант. В свою очередь, его российский коллега Виталий Чуркин предложил членам Совбеза не делать поспешных выводов. Он назвал доклад инспекторов серьезным и отметил изобилие в нем технических деталей. «Мы пока только бегло его просмотрели, у нас не было возможности изучить доклад. Мы призываемся к относиться к нему как к чрезвычайно серьезному, технически глубокому документу и изучить его с точки зрения эксперта», – отметил Чуркин, указывая, что в документе нет точных выводов и данных о причастности к химатаке какой-то определенной стороны конфликта. Генсека Ун Пан Гимун заявила, что не сомневается в объективности проведенного инспекторами расследования. По данным американской разведки, 21 августа в результате химатаки в пригороде Дамаска погибли 1400 человек. Продолжение следует...